Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного сайонского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Полячук. Все в дня выпуски. О новом законопроекте о передаче школ и детских садов на региональный уровень. Статистика смертности и рождаемости в Саянске. Студенты химико-технологического техникума собирают гуманитарную помощь. Чествовали почетных доноров города. Новый законопроект о передаче муниципальных школ и детских дошкольных учреждений на региональный уровень вызвал волну возмущения у глав муниципалитетов. Принятие такого закона недопустимо, считает мэр Саянска Олег Боровский. Мы это проходили в 2013 году. Было передано на региональный уровень нашей больницы. Пожалуйста, лифты не меняем. Оборудование от случая к случаю. Капремонта так и не было. Нет и скорее всего не будет. Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон об образовании, который позволит переводить школу с муниципального уровня на региональный. По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, это позволит повысить качество образования, более эффективно решать кадровые и материально-технические проблемы. Нам до раз плеч. Нам можно будет просто сидеть с ручкой, ну и щеки надувать, какое важное, там танцы, с казаками заигрывать, там с народом пляски. А что, за школы беспокоиться не надо. Учителям искать квартиры? Зачем? В области есть. ПСД делать, какие-то окна менять, ремонты. Все решит министерство. У него будет куча школ. И я не думаю, что если сейчас передадут, что когда-нибудь Саянская, ну при моей жизни школа попадет под капремонт или еще под что. Потому что их будет тысячи. Это не первая попытка исключить муниципальное звено из управления образовательными учреждениями. Планируется, что реализация законодательной инициативы в том числе позволит повысить расходы на одного ученика за счет снижения издержек. По их мнению, в каждом городе каждый мэр везет образовательный процесс по-своему. Да дурь это. Везде единая программа, везде единые учебники по всей России, везде единые требования. Но нет, я не считаю, что этого будет, наш уровень образования станет выше, понимаете. Если сегодня я езжу в ПЕД, уговариваю педагогов, пожалуйста, вы же укомплектовали восьмую школу молодыми педагогами, все сомневались, где наберете, набрали. А потом-то будет вообще, что, министр образования будет в Саянск зазывать педагогов? Я вас умоляю, ему это зачем? Или кто-то заинтересован будет тратить деньги для того, чтобы им квартиры сделать? Передать это проще всего. О статистике смертности и рождаемости в Саянске в текущем году доложила на совещании в администрации главный врач городской больницы Виктория Кириллина. По информации главного врача Саянской больницы Виктории Кириллиной, за 11 месяцев текущего года исполнение объемных показателей по круглосуточному стационару составило 93,6%. По дневному стационару 98%, по поликлинической службе 79%, по скорой помощи 91%. День выполнения связано, конечно же, с отсутствием кадров в поликлинической службе. То есть не то, что плачевное состояние, а совсем все печально. А по скорой помощи связано с тем, что меньше болеть стали, меньше вызывают скорых. По диспансеризации взрослого населения годовой план 7398 человек, обследовано 7237 человек, исполнение плана 98%. По профосмотрам план выполнен на 104%. Смертность за ноябрь месяц зарегистрирована в 43 случая смерти, интенсивный показатель 110,1 на 100 тысяч населения, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,8%, ну что, конечно же, не может не радовать. Первое место среди причин смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания, на втором – новообразование, на третьем – болезни органов дыхания. За 11 месяцев текущего года в городе умерли 479 человек. В аналогичном периоде прошлого года умерли на 99 человек больше. Рождаемость в Акушерском отделении родилось в ноябре 60 детей, из них саянских 18, и нагородних 42. За аналогичный период в прошлом году 63 ребенка, из них саянских 14, и нагородних 49. За 11 месяцев в Акушерском отделении родилось 719 детей, из них 210 саянских и 524 нагородних малыша. По данным сотрудников отдела полиции, в Саянске регулярно регистрируется рост случаев мошенничества. В последнее время жертвами преступников становятся горожане возрасте 60+. Практически ежедневно в дежурную часть саянского отдела полиции обращаются горожане, ставшие жертвой телефонных мошенников, которые используют подменные абонентские номера. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации. 7 декабря обратилась пенсионерка, которые позвонили с номера, так скажем, подменного номера и сообщили, что они являются сотрудниками полиции и с ее счета пытаются снять денежные средства. Одним из свидетелей оказался, так скажем, добросовестный житель города Саянска, который обратил внимание на женщину и пытался ее отговорить. Однако даже на уговоры этого мужчины и впоследствии сотрудников полиции она никак не реагировала и пыталась слепо перечислить деньги мошенникам. При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и действительно закреплены за ними. Мошенники пользуются подменными номерами, так скажем, программа подмена номера, которая показывает, что вам звонят и с дежурной части, и могут и с администрации, и с прокуратуры. Вы проверяете в интернете, смотрите, что номер телефона принадлежит силовым структурам и верите после этого. Перепроверяете, звоните, номер дежурной части 5-16-05, либо 102 сотового телефона. В настоящее время горожане, а особенно пожилые люди, оставлены один на один с мошенниками. Сотовые компании имитируют глубокую озабоченность, зарабатывая на этом. А государственные чиновники раздают советы, вместо того, чтобы это запретить. Сейчас мы проводим комплекс мероприятий, особенно с гражданами 60+, которым поясняем действия мошенников. Они находят все новые и новые способы обмануть людей. Поэтому не ведитесь на данные, на все их уговоры, поэтому обращайтесь в дежурную часть, мы обязательно поможем. В 2022 году в Саянске на пожаре погибли два человека. Регистрируется рост случаев гибели людей на пожарах и в целом по области. Как сообщил на совещании в администрации заместитель начальника пожарной части номер 16 Анатолий Макаренко, в текущем году в городе регистрируется снижение числа пожаров на 28,5%. Вместе с тем произошел рост случаев гибели людей. Так, в 2022 году в Саянске на пожаре погибли два человека. В прошлом году случаев гибели не было. Регистрируется рост случаев гибели людей и в целом по области. Значит, по области на пожарах идет увеличение погибели также. 175 человек уже за 11 месяцев погибшим, считаю. 165 человек в 2021 году было за тот же период. Профилактика, так понимаю, не особо помогает. В этом направлении мы как бы работали весь год. В связи с этим начальник главного управления МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосенко держит на личном контроле вопросы пожарной профилактики. Сейчас сотрудники МЧС готовятся к новогодним праздникам. Особое внимание уделяется тем объектам, где будут проходить торжества. Техника вся у нас готова, вся исправна. По его расчете личный состав укомплектован. На объектах будет организовано дежурство сотрудников УНД, личного состава пожарно-спасательных частей. Также на эти объекты будут организованы заранее профилактические визиты. То есть будем проверять объекты. Кроме прочего, в случае пожара во время праздничных мероприятий предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации ЧАЭС. В рамках проекта «Мы вместе» студенты Саянского химико-технологического техникума собирают гуманитарный груз для мобилизованных. В Саянске продолжает работать пункт сбора помощи мобилизованным в рамках проекта «Мы вместе». Горожане, предприниматели, представители разных организаций ежедневно приносят самое необходимое. Продовольственные товары, термобелье, перчатки, носки, фонарики и батарейки. В химико-технологическом техникуме города Саянска организован штаб «Мы вместе», в рамках деятельности которого мы собираем гуманитарную помощь для мобилизованных и их семей. Ребята с удовольствием приносят гуманитарную помощь, такую как средства личной гигиены, теплые вещи. Студенты Саянского химико-технологического техникума мобилизованным землякам собрали влажные бумажные салфетки, продукты питания, долгого хранения. Это мясные, рыбные и овощные консервы, а также теплые вещи. Акция будет продолжаться в течение всего года, и каждый желающий студент может внести свой посильный вклад. Свою лепту также внесли педагоги и студенты кемельтейского филиала. Ребята самостоятельно шили балаклавы и сделали обереги, которые светили в кемельтейском храме. В посылке ребята также вложили письма со словами поддержки и пожеланиями для наших солдат. В музее истории прошло торжественное чествование доноров нашего города. Им вручили удостоверение, почетные знаки, а также букеты цветов. В музее истории Саянска состоялось торжественное чествование доноров нашего города. Восемь человек из них в этот день получили удостоверение и нагрудный знак «Почетный донор России». Всего в донорской базе Саянской станции переливания крови более 2000 человек, а почетных доноров сегодня насчитывается порядка 500. Приветствовал почетных доноров в этот день заместитель мэра по социальным вопросам Александр Ермаков. Он вручил виновникам торжества удостоверения, почетные знаки, а также букеты цветов. Светлана Золотухина сдает кровь уже 15 лет, и вот сегодня она удостоена звания почетного донора России. Я сама являюсь медработником, и мои коллеги, которые ходили, сдавали кровь, к ним просто присоединилась, и так вот пошел процесс. Конечно, был такой порыв, что надо помочь, что кому-то пригодится, и близким может пригодиться, и родным. Ну, это здорово. Саянская станция переливания крови обеспечивает компонентами крови не только Саянскую больницу, но и Зиму, Зиминский, Золоренский, Нижнеудинский, Толунские районы. Постоянно мы должны эти запасы обновлять, потому что сроки хранения эритроцитов всего 42 дня. И мы заинтересованы в том, чтобы постоянно у нас, ну, человек 10-15 каждый день будут кроводачи пыла, чтобы поддерживать запасы. Особенно это касается редких групп. Для большинства доноров вопрос сдачи крови стоит в моральной плоскости. Лучшая награда для них – это сознание того, что они помогают людям. В четвертой школе состоялась встреча участников всероссийского конкурса для молодежи «Большая перемена» с учащимися школ города. «Большая перемена» – место, где твоим талантам есть место. Миллион рублей на образование, путевка в Артек, путешествия по России и стажировки в ведущих компаниях. В отличие от традиционных предметных олимпиад, в «Большой перемене» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. Умение работать в команде, способность усваивать большие объемы информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности. О том, на что необходимо обратить внимание, чтобы стать победителем конкурса, рассказали учащимся школ Саянска участники прошлых сезонов этого престижного проекта. Нас ждет настоящее испытание – шаг к «Большой перемене». Только самые отважные стойки из вас смогут дойти до этапа полуфинала и стать настоящими «Большой переменовцами». А в этом вам помогут наши коучи. Эссе, видеовизитка, кейсы – на что необходимо обратить внимание, чтобы стать выразительным, запоминающимся, успешным. Об этом рассказывали ребята-коучи в своих презентациях. Она должна как-то притянуть читателя, что твое эссе самое лучшее и заинтересовать его в дальнейшем чтении. Основная часть – это тело эссе. Это твои мысли и их аргументация. Лучше самые яркие какие-то фишки, мысли, приберечь к финалу. Чтобы вас заметили и оценили эксперты вашу оригинальность, вы сможете разработать, к примеру, таймлайн, как это сделала Ян. То есть 9 шагов к реализации проекта приложения «Денежка». Пройдя по всем станциям, школьники разделились по направлениям. Им было предложено попробовать решить кейс. По завершении работы ребята представили свой вариант творчества. Воспитанники Саенского детского дома-интерната готовятся к новогодним мероприятиям, разучивают стихотворения и выезжают в гости с праздничной программой. В преддверии новогодних праздников работа в Саенском детском доме-интернате идет полным ходом. Ребята вместе со своими педагогами готовят новогодние украшения, разучивают стихи, придумывают праздничный сценарий, а еще успевают навестить своих старших друзей, проживающих в психоневрологическом интернате. «Хочется отметить, что в рамках проекта «От сердца в сердце», который мы реализуем совместно с Саенским психоневрологическим интернатом, наши ребята съездили в гости и провели концертную развлекательную программу для получателей услуг интерната. Хочется отметить, что в Золаринском районном краеведческом музее оборудована выездная выставка декоративно-прикладного творчества, работ наших детей, которые посещают нашу изо-студию «Акварелька». Сами педагоги, по словам директора детского дома-интерната Ларисы Бухаровой, в начале декабря приняли участие в областном мероприятии выставки-ярмарке «И невозможное возможно», в рамках которой был проведен конкурс работ по нескольким номинациям – изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, фотографии и рукоделие. Наиболее значимым, наверное, событием является то, что наши педагоги участвуют в выставке-ярмарке, это областное мероприятие, выставка-ярмарка для инвалидов «И невозможное возможно», которая проходит в эти дни в городе Иркутске. Уже со следующей недели в социальном учреждении запланировано проведение театрализованных мероприятий для малышей, на которые пообещали приехать не только сказочные персонажи, а также волонтеры и друзья мальчишек и девчонок, которые проживают в Саянском детском доме-интернате. Уже в квартирах многих саянцев мигают гирлянды и установлена елка. Другие же только приобретают новогодний декор и елочные игрушки. Вот такие композиции, букеты зимние, можно собрать для себя, для близких и подобрать под них вазу. То есть ваша композиция зимняя порадует вас долго. Рождественская музыка, красивые игрушки и много подарков, а еще зимних цветочных композиций. Город готовится к волшебству, люди спешат подобрать удачный декор и презенты. Мы любим вот такие фактуры. Вот это стекло очень популярно сейчас, как такое полупрозрачное, немножко заснеженное. Тоже как и подарок, и на елке будет смотреться очень легко и воздушно. В цветочном доме представлена замечательная коллекция новогодних игрушек. Стоит сказать, что такой сегмент не сколько моден, сколько мил, ведь актуальны сегодня роскошь и минимализм. Скажем, игрушки из хрусталя. Сейчас на елках очень популярны стразы, вот такие хрусталь. Это, то есть, где нет вообще шаров, она может хрусталем. Но такие елки, они стоят около, то есть, от 500 до миллиона рублей. Стали оформлять елки не игрушками, а обычной дождью, как раньше, но он делается прям в массе, его много дождя, просто один дождь. Эко-стиль продолжает быть актуальным. Использование веток, натуральной хавои, спилов, крафта. Атмосферу тепла и уюта подарят свечи, ручную работу, а также поздравления и открытки, оформленные профессиональным каллиграфом. Можете подобрать себе экологичные конверты, вот такие, сделанные из бумаги, какие-то вот конверты, записки, написанные каллиграфическим почерком. Также мы можем предложить вам красивую модную эко-упаковку, то есть, это будут обязательно крафтовые коробки. Наступает время искренних пожеланий, щедрых подарков и долгожданных предложений. И стоит помнить, Дед Морозы – это мы сами. Каждый из нас немножко зимний волшебник и просто хороший человек. В детской школе искусств наступило время чудес. В преддверии Нового года в школе состоялся концерт учащихся музыкального и хореографического отделений. Новый год – это время чудес. И каждый день стараемся этот праздник приблизить и создать новогоднее настроение. Посмотрите, у нас уже есть елка, и она горит огнями, что создает нам прекрасное новогоднее настроение. Новый год – это время чудес, время новых идей и свершений. Именно об этом воспитанники детской школы искусств пели песни и исполняли музыкальное произведение на своем концерте, который так и назывался «Время чудес». Песня «Время чудес» Идущая концертной программы преподаватель школы Любовь Политаева рассказала зрителям о том, как встречают люди Новый год в разных странах, какие обычаи у них заведены. Участники концерта представили красивые творческие номера, которые подняли слушателям настроение и подарили атмосферу новогоднего праздника. Наступающий год привнесет свежевение в разные сферы, в том числе в тату-культуры. Прежде всего, интерес возрастает к индивидуальному дизайну. Красиво, как, допустим, сережки носить, как макияж, это просто украшение тела. Сейчас в этом даже кто-то закладывает смысл в татуировке, да, допустим, в татуировке силы. Особенно скандинавские, я уже знаю, какие-то руны, что они обозначают, могу посоветовать. А какие-то это просто узор, закрыть шрам. Скандинавские рисунки, надписи и графика. Тату-культура становится все популярнее, и интерес сегодня возрастает к индивидуальному дизайну. Само собой, работа должна быть качественными, а мастер обладать своим стилем. В Стоянске практически никто этим не занимается, то есть буквально 2-3 мастера есть, насколько я знаю. И мои работы, это в основном графика, сельские рисунки, скандинавские, в основном я работаю с мужчинами. И некоторые мастера у нас в городе не берутся за работы, которые делаю я, поэтому, возможно, я являюсь каким-то уникальным мастером. Приоритете мастера тату Виктории масштабные, так называемые, черные работы. При выборе рисунка саянцы сбегают заезженных тем, стремятся воплощать свои смелые идеи, ведь татуировка – это искусство. Очень часто приходят за тем, чтобы запечатлеть фотографии, допустим, умерших родственников, надписи с рукой, что я люблю тебя, мама, папа. Ну, то есть я прям почерк, мне приносят бумагу с почерком, я прям перевожу и так вот перебиваю. Ну, то есть татуировки для кого-то это очень значимые. Вещь. Ну, то есть для кого-то это просто рисунок. Просто прикольный. Делаю рисунок клиенту, вот дата рождения сына, он. Вот у нас был такой запрос, еще у нас где-то будет имя, то есть я под размер подбираю, чтобы у него все это смотрелось. Виктория окончила художественную школу и имеет, кстати, высшее психологическое образование, прошло обучение по искусству татуажа. Кстати, тату популярна не только у молодежи, но и у людей старшего поколения. В Иркутске 11 декабря состоялся чемпионат области по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие и саянские спортсмены и завоевали высокие места. В традиционном новогоднем турнире по жиму лежа среди лиц с ограниченными возможностями, проходя которые в Иркутске, приняли участие 8 саянских спортсменов. В том числе четверо ребят в соревнованиях участвовали впервые и показали отличные результаты. Первый раз ездили, это спасибо Дмитрию Владимировичу. Он предложил попробовать свои силы. Попробовали. Нам все понравилось. Мы возили наших мастеров, как сказать ветеранов уже этого вида спорта. Это Дарья Иванова, Митюков Егор, Савченко Татьяна и Потапова Екатерина. Они выступили достойно, завоевали золотые медали, 4 золотых медали. Не было равных ребятам и в абсолютном первенстве. Егору Митюкову были вручены корочки кандидата мастера спорта. Я пришел к цели уже давно, как бы с 10 лет старался к этой цели. Вот я выпалил наконец-то к мастернику своего. Мечта была моя к этой цели прийти. Я пришел наконец-то. У меня на будущее планы строительства мастера спорта сделать под сборную России. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну а я же прощаюсь с вами с пожеланиями. Доброго вечера, всего доброго. Берегите себя, а самое главное, будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!